Вообще первый раз. Обычно не было возможности ходить на эти совещания, но все в районе. Постоянно у нас район, сами знаете, боевой. Возможно, исторические кадры. В Большой зал Кубанского парламента многолетний руководитель Туапсинского района входит впервые. Владимир Лыбанев, теперь уже депутат законодательного собрания края, уверенно осваивается на новом месте. Место свое вы уже нашли здесь? Где вы вообще? Да, вот оно, по-моему, третий ряд. Вот мое место с краем. Владимир Лыбанев один из тех, кого принято называть свежей кровью регионального парламента. После выборов в нем обновилась половина народных избранников. Средний возраст 49 лет сократилось, и количество депутатских мест вместо 100 теперь 70. Но самое знаковое событие произошло сегодня на первой сессии шестого созыва. Сменился председатель законодательного собрания. Парламент возглавит Юрий Бурлачко, бывший вице-губернатор. На пост он сменит Владимира Бикетова, который переходит в Совет Федерации. Бикетов без преувеличения человек эпоха. 22 года руководил ЗАГС Собранием. По сути, именно он и выстроил современный парламент Кубани. По крупицам Владимира Андреевича он и создавал наш парламент. Вот таким создал, что он стал сегодня самым авторитетным парламентом Российской Федерации и очень влиятельным. Много его учеников, тех, кто с ним вместе работал, сегодня занимают серьезные должности. Я тоже не побоюсь сказать, что я тоже один из его учеников. И своим становлением я обязан именно ему. Он имел всегда свой стержень, свою точку зрения. Договориться с Бикетовым было невозможно. Все это знали. Его можно было только убедить. Он первый среди равных, какую бы должность он ни занимал. Я хочу поблагодарить всех депутатов, всех пяти созывов за совместную работу в законодательном собрании. Каждый из них внес свой вклад в становление парламентаризма на Кубани. Уважаемые коллеги, я понимаю всю полноту ответственности представлять законодательное собрание Краснодарского края. И я, в общем-то, буду делать все для того, чтобы достойно работать на том уровне. И мне очень хотелось бы, чтобы мы не отрывались друг от друга в работе. Чтобы вот те задачи, проблемы, которые стоят сегодня перед Кубанией, чтобы они, в общем-то, были нашими общими. И мы вместе решали. Нового председателя выбирали тайным голосованием. Кандидатуру Юрия Бурлачко поддержали все депутаты. В нашей работе нам необходимо исключить любого рода политиканство. Здесь нет споров политических. Здесь есть общая задача сделать как можно лучше для жителей Кубани. Сейчас для нас важным является развитие промышленного производства. Для чего необходимо в первоочередное привлечение инвестиций. И для нас, и это очевидно, очень важным является свои силы направить на развитие и принятие законов, которые бы способствовали кратному увеличению промышленного производства. И сегодня же на сессии депутаты утвердили изменения в структуре краевой администрации. Появится должность первого заместителя губернатора. Займет ее Андрей Алексеенко, который и сейчас работает замом Вениамина Кондратьева. Кроме этого, новыми вице-губернаторами станут Анатолий Вороновский. Он займется жилищно-коммунальным хозяйством и топливно-энергетическим комплексом. Василий Швец будет отвечать за развитие инвестиционной промышленной политики. У Сергея Болдина введение имущественные отношения и природные ресурсы. А заместителем главы Кубани по внутренней политике назначен Алексей Копайгородский. Они пришли на смену тем вице-губернаторам, которые избрались депутатами в законодательное собрание края. Проработав много лет в исполнительных органах власти, часто сталкивался с законодательством и видел на разных направлениях деятельности, где имеются проблемы, где имеются те вопросы, которые так или иначе задерживали, мешали решить какие-то задачи. Постараемся те вопросы, которыми сталкивались как исполнители, сейчас изменить и справить с тем, чтобы ускорить. К примеру, вопросы, связанные с установлением охранных зон, вообще установлением границ особо охраняемых природных территорий, охранных зон курортов. Работать обновленный депутатский корпус будет пять лет до следующих выборов. С одной стороны, время для принятия решений есть, но с другой, раскачиваться некогда, обратился губернатор к парламентариям. Сегодня произошла преемственность в нашем законодательном собрании края. Прежнему составу законодательного собрания, конечно, им удалось в сложный период сохранить нашу экономику и даже ее развить. У нас выплачивались все положенные льготы и преференции людям, самое главное. Был бюджет социально ориентированным, то есть не было ни просрочек, ни задолженностей. Вот эта огромная колоссальная работа каждого депутата прежнего созыва, она должна быть в основе и сегодняшнего депутатского корпуса. Не нужно делиться, может быть, инициативами, а нужно понимать, что на ваши плечи легла сегодня огромная ответственность за судьбу края. Главный приоритет – социально-экономический рост нашего региона и, как следствие, рост благосостояния жителей края. Все. Ради этого мы сегодня, коллеги, с вами и будем работать. Нынешний региональный парламент – это смесь муниципальных управленцев, бизнесменов, аграриев, молодежи и общественников. Всех тех, кто и должен продвигать абсолютно разные точки зрения, чтобы сдать экзамен на доверие граждан. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар.